привет всем вы на канале вяжем жанны сегодня я вас познакомлю с итальянским набором вот такой красивый аккуратный край получается немножко тренировочки и у вас будет все получаться этот образец я связала из тонкой пряжи а показывать я вам буду из толстой пряжи если вы планируете связать шапочку или рукав то вам нужно будет взять спицы на размер меньше этот образец я вязала на одном размере спиц если вам нужно прямое полотно вот снизу до чтобы не было эффекта стягивающего края то вяжите одним номером спиц и если вяжите шапочку или рукав то берете спицы на размер меньше и он будет как бы сильнее стягиваться край я покажу вам на одном размере спиц берем пряжу кладем ниточку первое что мы делаем нам нужно кромочная петля снизу так захватываем вот так поворачиваем и получается кромочная петля теперь начинаем набор петель набор петель мы будем делать лицевая и изнаночная лицевая у нас будет провязываться от большого пальца изнаночная петля будет провязываться от указательного пальца начиная с лицевой петли от большого пальца я буду говорить ближний и дальний так быстрее запоминается от ближнего края спицу заводим снизу под ниточку выводим в серединку захватываем ниточку от дальнего пальца выводим ниточку снизу провязали вот так выглядит лицевая вот эта петелька у нас лицевая теперь будем вязать изнаночную петлю изнаночная петля вяжется от дальнего пальца захватом сверху ниточку от дальнего пальца выводим спицу из серединки и захватываем ниточку от ближнего пальца выводим по низу ниточку и у нас получается изнаночные вот так выглядит изнаночная петля теперь вяжем лицевую петлю лицевая петля вяжется от ближнего пальца захватываем ниточку от ближнего пальца выводим спицу из серединки и захватываем ниточку от дальнего пальца выводим ниточку по низу мы провязали лицевую вот так выглядит лицевая следующая петля у нас идет изнаночной изнаночной вяжется от дальнего пальца захватываем ниточку от дальнего пальца выводим спицу из серединки и и захватываем ниточку от ближнего пальца выводим ниточку по низу мы провязали изнаночную и повторяем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная закрепляем полотно обычной петелькой это у нас кромочная петля закрепили петельки нетрудно сосчитать они стоят попарно вот по парой стоят пара 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 вот стоят петельки попарно теперь нам нужно провязать патентную резинку первую кромочную мы снимаем далее мы видим что у нас стоит лицевая лицевую мы провязываем далее видим мы стоит у нас изнаночная вот она вот так вот выглядит изнаночная изнаночную мы снимаем нить перед работой далее лицевая вот так выглядит лицевая лицевую мы провязываем следующий у нас стоит изнаночной изнаночную мы снимаем нить перед работой и так до конца ряда лицевую провязываем изнаночную снимаем нить перед работой лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную снимая лицевую провязываем изнаночную снимая последней у нас идет кромочная мы ее провязываем изнаночной провязали первый ряд patent на резинки вяжем второй ряд второй ряд вяжется точно также здесь мы уже хорошо видим что у нас здесь 1 стоит лицевая значит мы лицевую провязываем изнаночную тоже мы хорошо видим уже все у нас провязано изнаночную снимаем нить перед работой и так до конца ряда лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную снимаем вяжем до конца ряда последняя кромочная провязывается изнаночной провязали два ряда патентной резинки на этом образце я вязала 4 ряда патентной резинки здесь я провяжу два ряда вы выбираете сами два ряда или четыре ряда вязать сильнее хотите что был стянутый край или по свободнее я провязала два ряда и теперь переходим на резинку лицевая изнаночная если вы вяжете шапочку или рукав вы вязали на размер меньше значит переходя на простую резинку вы берете спицы на размер больше и вяжьте тут все видно лицевая и изнаночная все петельки провязываем ничего снимать не нужно лицевая и изнаночная я провяжу несколько рядов чтобы показать вам эффект итальянского набора я провязала несколько рядов и вот показываю результат отличный видите какой край красивый получается это на толстом образце это на тоненьком давайте сравним оба результата отличный это все связано на на одном номере спиц не меняла здесь спицы вот еще хочу вам показать кофточку начала вязать как что я хочу сказать почему не нужно менять спицы вот если вы вяжете без резиночки прямое полотно то при итальянском наборе вверх вяжите одним номером спиц чтобы не было эффекта стянутости вот это я хочу вам объяснить а шапочки и рукава да лучше меняйте вначале начинаете на маленьком номере спиц а потом основное уже вязание переходите на спицы на размер больше вот такой красивый итальянский набор отличный результат пользуйтесь этим методом тренируйтесь это несложно главное потренироваться вы запомните у вас обязательно все получится и вязание у вас будет красиво и аккуратно и понравилось ставим пальчики вверх до скорых встреч